всем привет друзья у нас очередная посылка сегодня такая вот интересная зеленая упаковка довольно таки вижу неплохо упаковано тут у нас и пупырышки и сверху пакет вот ну и по весу так тоже ничего ну давайте распаковывать посмотрим что там середине вот она трагедия китайской упаковки посмотрите сколько пакетов а нет вру вру пакет один просто сложенный так ну что ж вот у нас появился вакуум маг тоже то что же то друзья кажется я догадываюсь что это кажется я догадываюсь да друзья это термос это такой термос пол литровый сделанный по новой технологии вот давайте посмотрим уже содрал упаковку и так вот такая вот упаковочка вакуум маг все на китайском 2 переводить бессмысленно единственное что мы можем определить это вот 500 миллилитров ну что ж посмотрим не обдурили ли меня китайцы больше ничего нет вот такой черный привлекательный дизайн я бы сказал free water бесплатная вода что ли здесь у нас запаянная каемка в нижней части верхней части у нас это пластик это пластик друзья сам термос металл крышка пластик давайте открутим да друзья это пластмасса особо ничем не выделяющийся пластмасса что еще друзья можно ожидать в принципе обычная такая кофейная чашечка значит сама система что-то друзья мне уже сомнения пошли видно да наши кнопочки дрожат 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 вот это я понимаю открытие ух ты еще не с первого раза даже вот вот такое там отверстие друзья ладно друзья упустим эту мелочь давайте откроем его видно да в середине кинули нам такую вот штуку очевидно чтобы у нас там влага не скапливалась клапан клапан у нас очень похож на обычный резиночка кстати резинка вот да резинка не нравится такая как будто сырая резина очень такая вот внушающее доверие здесь тоже уплотительное кольцо из резинки хлипкое но но кольцо и вся конструкция которая слышите да дрожит ну и что касается именно кнопочек они как-то гуляющие такие да что не нравится что особенного друзья сама горловина несколько отличается от подобных термосов вот ну для наглядности давайте я принесу вам похожий более дешевый китайский термос чтобы мы убедились и нашли какие-то позитивы то есть какие-то отличия не удержался я друзья взял свой зеленый старенький рыбацкий термос ну и по габаритам они в принципе одинаковые вот ну и у меня один только вопрос к этому термосу чем же он отличает от старой модели чем же он отличается вот об такого обычного термоса ну давайте для начала откроем и так ну что касается колпачков конечно здесь более колпачок в стиле модерн здесь обычный металлический колпачок с пластиковым вкладышем в середине вот ну по особенностям я бы сказал что вот этот колпачок вот мне больше нравится он как бы от старого термоса имеется ввиду он более надежный от нового он пластиковый есть вероятность что на него можно не только наступить где-то на природе когда вы дыхаете на рыбалке и он треснет ну и просто где-то упадет неправильно и пластик просто расколется треснет что касается клапанов клапана здесь абсолютно разные системы клапана здесь абсолютно разные вот в данном случае здесь у нас имеется две кнопочки в новом термосе то есть открыть ну и нажатием на язычок у нас close закрыть что касается старого термоса здесь у нас одна кнопочка это в центре она один раз нажимается и у нас вылазит такая платформа через которую собственно и наливаем свой чай кофе также на закрывается нажатием на второе кольцо данной же кнопочки в принципе этот и тот вариант удобный но мне кажется что с язычком более направлен направленная струя то есть более направленно мы можем налить кофе чай ну и как бы мне вот этот вариант уже как бы изначально визуально больше как бы симпатизирует что хочу сказать по самим прокладкам значит старом термосе у нас вот резиновая но это даже такой вот мягенький я бы сказал силикончик который собственно и герметизирует наш клапан ну и при нажатии вот нас отодвигается язычок через который собственно говоря и поступает наш напиток ну уже заедает ребята старенький вот в данном термосе в новеньком у нас имеется уже два уплотнителя то есть уплотнительное кольцо на выходе хороший мягкий силикон кстати и такой вот уплотнительная на клапане на выходе система в принципе несколько отличается друг от друга но в целом тот же самый клапан видим да также при нажатии и при нажатии то есть единственное чем они отличаются это системы кнопок вот ну и где-то там может какие-то мелкие детали механизма но какой же плюс в новом в новом идет вот такая вот резьба по всему периметру что ну как бы с одной стороны увеличивает плотность то есть закручивание да есть таком старым например варианте у нас есть шанс что нагреется наша пластмассовая основа от самого термоса и он либо у нас выстрелит либо выпрыгнет но в худшем случае конечно мы потеряем свой напиток в данном у нас есть такая вот огромная резьба с двумя уплотнителями но что как бы более безопасно для нашего напитка никуда он по идее не должен деться что же касается самих термосов в целом по размерам они практически одинаковы по резьбе как я говорил здесь у нас внутренняя резьба здесь у нас внешняя резьба внешняя резьба наверное свое уже отжила то есть уже как бы по практике я знаю что вот она либо вылетает у меня от сильного нагрева вот либо пропускает ну это одно и то же в данном термосе в новеньком у нас идейно идейно наш клапан винчивается и тем самым замыкает наше кольцо то есть выдавить его оттуда уже нереально нереально даже если он нагреется он наоборот расширится и расширится на середине и естественно наш пластмасса туда не выйдет в этом термосе все было наоборот ну это наверное самое основное отличие которое вот я заметил между этими двумя термосами но но тут практически одно и то же и как бы нам не говорили что здесь вот вакуум здесь такой же наверное вакуум ничем и не особо не отличается отличаются только конструкции клапанов и горлышко ну вот что касается по данным термосами думаю это будет такая вот вся информация которая меня больше всего интересовала я думаю и вам будет полезно в целом друзья термос меня приятно удивил он симпатичный он выглядит довольно таки надежно единственное что вот меня смущает пластиковая чашечка на который можно наступить раздавить который может упасть разбиться потому что пластик тут буквально он такой колки колки это не а б с пластик но может быть а б с пластика идет вот эта черная каемочка а вот в середине нашего пластиковая стеклышко это обычный скажем так трескающийся пластмасс я даже боюсь представить мне кажется что это даже не пищевой пластмасс вот это какой-то технический пластмасс но я не думаю что как там от одной чашки кофе от двух от трех он как-то должен лопнуть еще что-то с ним случится для здоровья да я бы не рекомендовал пить именно из данной чашечки что касается самого термоса термос добротный термос надежный на первый взгляд вну остальное покажут тесты друзья кстати тесты я буду проводить по нескольким термосом это будет в ближайшем будущем вот будет участвовать пять термосов и я думаю что сделаем такой тестовый замер температур насколько они плотно держат свои напитки но в данном случае буду просто заливать воду и на воде как бы проверять как вот первую проверку сделаю в 6 часов 2 12 ну и будем смотреть какой же термос займет первое место по термическому свойствам своим то есть по температуре сохранить ли он долго температуру ну на этом все вот такой с нами было такой термос друзья думайте сами выбирайте сами покупать не покупать я решил купить пол литра мне вполне устраивает и на рыбалочку какие-то походы легкие я думаю что это будет самый раз ну на этом все спасибо за внимание ставим лайки друзья подписываемся на канал до новых встреч